Всем привет! Вы смотрите научно-популярный канал QWERTY, а меня зовут Владимир. Представляем вам очередной выпуск самых интересных новостей науки прошедшей недели. В этом ролике вакцина от третьей штаммов ВИЧ, излечение от рака в терминальной стадии, дата-центры на дне моря, магнитные поля в столпах творения и многое другое. Все подробности будут по ссылкам в описании. В голосовании к прошлому ролику выиграла новость про слияние живого и неживого, и эта тема одинаково родная как для киберпанка, так и для биопанка. Искусственных биороботов ученые создают охотно. Они маленькие, нефункциональные, неудобные, но выполняют роль прописи для лиц младшего школьного возраста. Этот скат – силиконовая подложка с золотым скелетом, с выращенными на ней клетками крысиного сердца в качестве мышц. Он реагирует на свет, а питание получает напрямую из раствора. Этот слизень – живой морской огурец. В него встроили распечатанные на 3D принтеры запчасти и заставили двигаться под действием внешнего электрического поля. Создавать таких элементарных биороботов настолько просто, что ученые даже предлагали универсальный протокол их создания для всех желающих. Еще один тренд – это радиоуправляемые жуки, тараканы, стрекозы и так далее. Им не нужны аккумуляторы и актуаторы, все уже имеется в наличии. А через вживленные электроды к ним можно подсоединить микроконтроллеры. Примечательно, что не нужно контролировать каждое их движение, нужно просто указать направление. Еще одна сфера – это протезирование. Современные протезы могут улавливать мысленное побуждение к действию и реагировать движением. И не всегда для этого в тело вживляются десятки контактов. Можно считывать сигналы прямо с кожи. А продвинутые версии могут работать в обе стороны и передавать в мозг ощущения, прикосновения и температуру с помощью датчиков и искусственных нервов. Глядя на эти тренды и наработки, понимаешь, что впереди нас ждет много интересного. А что-то, например, протезы и биохакинг используются уже сейчас. Чуть большее дополнительного материала по ссылочкам в описании. Мы не единожды рассказывали о методах лечения рака. Всегда были какие-нибудь «но» или «если бы». Но сейчас, пусть и с превеликой осторожностью, хочется поведать о том, что пациентка с терминальной стадии рака груди излечилась благодаря новому методу клеточной иммунотерапии. И хочется верить. Потому что это произошло не вчера, не месяц, а два года назад. Джуди Перкинс врачи отводили три года жизни. Ее рак метастазировал в печень и сопротивлялся всем видам химио- и гормональной терапии. А сейчас она ходит на работу. Ремиссия продолжается уже 22 месяца. Противораковые клетки организма сами не справляются с опухолью. Их просто мало. Но если их извлечь и размножить, то количество где-то миллиардов под 100 хватит для того, чтобы уничтожить незваного гостя. Медики из США поступили именно так. Они исследовали опухоль и определили присущие ей специфические мутации, которые приводят к появлению мутантных белков, неоантигенов. Заодно из ткани пациентки взяли инфильтрующие, то есть проникающие в опухоль лимфоциты. Среди них должны встречаться те, которые атакуют именно эту опухоль, реагируя на эти самые особые белки, неоантигены. Т-лимфоциты, реагирующие на мутантные белки опухоли Джуди, а самых ярких мишеней было 4, размножили до количества 80 миллиардов штук и ввели назад пациентке. И на протяжении 42 недель наблюдалось улучшение состояния вплоть до полного излечения. Однако иммунотерапия проходила на фоне терапии пембролизумабом. Ученые не до конца понимают, что внесло больший вклад – миллиарды Т-клеток или лечение пембролизумабом. С уверенностью можно сказать одно – женщина здорова. Но стоимость и сложность этого экспериментального лечения, ведь я сильно упростил описание процесса, просто запредельны. Следующая новость – еще про одного заклятого врага рода человеческого. Борьба с ВИЧ идет уже не одно десятилетие, но переломный момент таки может наступить. Вирусологи из США провели успешное тестирование вакцины, нейтрализующей 31% штаммов ВИЧ. ВИЧ проникает в человеческие клетки с помощью белков, которые находятся на поверхности его оболочки, и которые, для того чтобы противодействовать иммунной системе человека, постоянно меняют свою структуру от поколения к поколению. Это очень мешает разработать универсальную вакцину. Да, человеческий организм примерно в половине случаев способен вырабатывать антитела широкого профиля, которые могут убить даже несколько видов вируса ВИЧ. Но обычно это происходит слишком поздно, через много месяцев после заражения, когда ВИЧ уже захватил слишком обширную территорию. И вот недавно ученые обнаружили особое антитело, которое взаимодействует не с оболочкой вируса, а с белком GP41, составной частью шипов на оболочке вируса. С его помощью ВИЧ цепляется к здоровой клетке перед проникновением внутрь. Кроме того, принцип взаимодействия этого белка с клетками остается неизменным при смене поколений. А это потенциально ахиллесово-пита вируса ВИЧ. Атакуя этот белок, вакцины не разрешают вирусу проникать в клетку. В своих экспериментах ученые фактически заморозили вирус у мышей, свиней и приматов. Лучшие экземпляры вакцины сработали на 70 штаммах из существующих 208. И говорят, это не предел. Клинические испытания на людях запланированы на конец 2019 года. У телескопа Хаббла много завораживающих снимков совершенно великолепных дипспейс-объектов. Один из них — столпы творения. Представляет собой ошметки, оставшиеся от центральной части газопылевой туманности «Орел». Надо сказать, очень эффектные ошметки. Они состоят из холодного молекулярного водорода и пыли. Внутри скопления формируются звезды, свет от которых потом разрушает сами столпы. Ученые исследовали поляризацию света, испускаемого столпами творения, при помощи поляриметра телескопа Джеймса Кларка Максвелла на Гавайях, чтобы понять, что происходит внутри них. А внутри них находятся магнитные поля. Значение их индукции, конечно, крошечное, в 2000 раз меньше магнитного поля Земли, но все они расположены под разными углами, а это объясняет форму столпов. Эти магнитные поля не только удерживают межзвездное вещество в такой необычной форме, но и стали причиной ее возникновения. Звезды внутри туманности рождаются, когда сгустки газа замедляются, сбиваются со своего пути из-за влияния полей, и затем коллапсируют. И именно это придает скоплению такую специфическую форму. А в будущем, достаточно отдаленном, эти столбы превратятся в кометную глобулу, то есть темную туманность с вытянутым хвостом, которая формируется из-за излучения близлежащих горячих звезд. Но, между прочим, магнитные поля замедляют этот процесс. Теперь мы знаем о формировании звезд в туманностях чуть больше, а экстраполируя, можно предположить, что неупорядоченные магнитные поля существуют и в других туманностях, красивых и очень красивых. После открытия знаменитого бозона Хиггса общественность как-то подуспокоилась, окончательно поверив в стандартную модель. Но одно дело подтвердить существование частицы, бозона Хиггса, а другое измерить Хиггсовский механизм с максимальной достоверностью. Большой адронный коллайдер в очередной раз доказал, что он построен не зря. Физики коллаборации ATLAS и CMS стали свидетелями обретения частицами массы в результате столкновения протонов. При таких столкновениях удалось зафиксировать редчайшие события рождения бозона Хиггса и пары топ-кварк-топ-антикварк с вероятностью в 5 сигм, 5 стандартных отклонений, а в физике это подтверждает факт открытия. Вообще-то этих сигм было даже больше, 6,3, так что по факту это прямое подтверждение предсказанного взаимодействия бозона Хиггса и топ-кварка, самой тяжелой частицы стандартной модели, наблюдение того, как в природе рождается масса фермионов и масса вообще. Только 1% бозонов Хиггса рождается во взаимодействии с топ-кварками, поэтому наблюдения чрезвычайно сложны. Но дальше хуже. Бозон Хиггса, рождающийся в такой ситуации, еще и распадается не абы как, а целыми пятью путями. И за всю историю наблюдений, при небольшом объеме статистики, данные указывали на отклонение от стандартной модели, что приводило половину физиков в восторг, а вторую в уныние. Но с учетом последних, беспрецедентно точных измерений удалось А. Подтвердить соответствие результатов экспериментов стандартной модели. Б. Измерить механизм наделения частиц массой. Теперь мы знаем, куда оседают все калории из булочек. Или нет? В. Открыть новые возможности для анализа. Где-нибудь в Южном Бутово скоро возненавидят дроны. Ведь при чей-нибудь попытке отжать мобилу, всевидящее око моментально вызовет наряд полиции. Да-да, разработчики из Индии и Великобритании научили дроны понимать, что под их камерами происходит не признание в любви или какой-нибудь разрешенный митинг, а самое оформленное насилие. Компьютерное зрение в последние годы настолько, хм, очеловечилось, что его используют для распознавания лиц и выявления преступлений. Например, в московском метрополитене. Правда, в основном при этом используются статичные камеры. Но индийцы приспособили для этих целей самые обычные дроны, ведущие распознавание объектов в реальном времени с помощью облачных сервисов, и алгоритм, основанный на нейросети от Facebook. Эта нейросеть использует пирамиды изображений и пирамиды признаков, позволяющие увидеть людей на любом фоне и практически в любом размере, если только не в муравьином. Концерты, стадионы, протестные акции везде найдется работа для небесного ока. А затем увиденных людей передают сверточной нейросети, которая уже работает с якорными точками на изображении человека и составляет из них скелет из линий и суставов. И уже потом, по особенностям перемещения этих скелетов, конечностей и, видимо, страданием этих палочников, сеть определяет старое доброе насилие. Конечно, предварительно сети скормили целый набор из кадров, где в половине случаев присутствует такое веселье, как угроза ножом, пистолетом, удушение или банальное избиение. В среднем распознавание непотребства происходило в 89% случаев, а это значит, что разработка не уступает стационарным решениям. Правда, при большом количестве людей эффективность немного падала. Но все равно, хулиганы, бойтесь летучих соглядатаев! Ну а напоследок, новость про мелкомягких. Microsoft опять нырнула в глубины морей, чтобы создать подводный дата-центр. На глубине 35,5 метров близ Шотландии IT-гигант поместил 864 высокопроизводительных сервера. Планируется, что морская вода будет использоваться для их охлаждения, а это может очень сильно сократить расходы. В течение года Microsoft будет мониторить состояние дата-центра, температуру и герметичность внутри капсул. А затем, по результатам, даст или не даст добро на дальнейшее развитие подобной системы. Давно пора, между прочим. Как-никак, почти халявное охлаждение. А сторожем у них не иначе, как Дэвид Джоулс. Ну а на этом сегодня все. Большое спасибо вам за просмотр. Голосование за самую интересную новость мы оставим на YouTube-канале во вкладке «Сообщество». Следующий выпуск выйдет опять во вторник, 19 июня. Если вам понравился этот выпуск, то не забудьте поставить ему лайк. Подпишитесь на наш YouTube-канал, на наш Instagram и Telegram. Там много интересного. И до скорых встреч. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова